Теперь немножко более подробно об этом унивалентном подходе к основаниям математики, про унивалентность и понятие структуры, философии математики. Прогресс в математике, в частности в 20 веке, можно очень кратко представить таким вот образом. Прогресс в смысле направленное движение, которое, естественно, в контексте данного изложения имеет свою цель прийти к этим самым унивалентным основаниям. Как к ним в 20 веке пришли? Пришли к ним благодаря активной разработке топологии, с одной стороны, с другой стороны, теории и категории. И, конечно же, разработке теории типов в рамках компьютерных наук и разработке подхода к компьютерным доказательствам с помощью вычислительных машин. Все вот эти факторы очень сильно повлияли на то, что сегодня мы имеем в качестве унивалентных оснований математики. Чем же унивалентные основания математики характеризуются? И вот этот современный теоретико-типовой подход, чем он характеризуется? Характеризуется он двумя очень важными аспектами. Во-первых, это конструктивизм. Во-вторых, это структурализм. Значит, что предполагает конструктивизм? Конструктивизм предполагает более строгое понимание логических терминов, в частности, существования и некоторых логических связок. Ну, например, если в классической логике у нас дизюнкция эквивалентна отрицанию конъюнкции двух отрицаний, то в рамках конструктивистского подхода это уже не выполняется. У нас импликация только в одну сторону. То есть от дизюнкции А или Б мы можем перейти к отрицанию конъюнкции двух отрицаний. Но мы не можем от отрицания конъюнкции двух отрицаний перейти к дизюнкции. То есть нам нужно обязательно знать, какой из дизюнктов истинный и является истинным, для того, чтобы дизюнкция была построена. Если мы не знаем этого, то мы не можем построить дизюнкцию. И аналогично у нас с понятием существования. В классической логике у нас выражение с квантером существования эквивалентно отрицанию квантера общности, где потом подквантерные выражения тоже с отрицанием. То есть существует x такой, что px будет эквивалентно тому, что неверно, что для всякого x неверно, что px. А вот в конструктивном подходе у нас это уже не работает. У нас это только импликация в одну сторону. От существования какого-то объекта, обладающего некоторым свойством, мы можем перейти к тому, что не все объекты не обладают этим свойством. Но наоборот перейти мы не можем. Нам нужно в рамках конструктивного подхода обязательно найти этот объект. Если мы не можем найти этот объект, не можем его предъявить, то мы, соответственно, не можем построить доказательство. Нам нужно обязательно иметь этот объект, нужно обязательно его показать, построить, найти. В классической математике иногда бывает так, что мы доказываем существование доказательства и считаем это достаточно. Мы можем просто доказать, само доказательство строить трудно, оно слишком длинное, слишком громоздкое какое-то, неудобное, а мы не хотим это делать. Мы просто доказываем, что доказательство существует. Доказали, что доказательство существует, все считаем, что мы его доказали без эффективного построения. Вот в конструктивном подходе это уже невозможно. Мы не можем просто доказать, что доказательство существует и все, на этом успокоиться. Нам нужно обязательно построить доказательство. Пока оно не построено, мы не можем утверждать, что некоторый результат обоснован как верный. В связи с этим, например, у конструктивистов были и до сих пор есть возражения против аксиома выбора. Аксиома выбора — это одна из аксиом теории множеств. Аксиома выбора говорит о том, что если мы возьмем некоторый набор множеств, которые попарно не пересекаются, мы можем из каждого множества по одному элементу выбрать и из этих элементов создать новое множество. Когда мы легко знаем, как этот выбор осуществлять, тогда у нас все нормально работает. Например, если у нас есть какой-то набор пар ботинок, и мы знаем, как отличать левый ботинок от правого, тогда у нас все нормально. Мы можем взять все только левые ботинки, например, или взять только правые ботинки, и все. А когда мы имеем дело с какими-то объектами, которые мы не можем вот так вот легко различать, когда выбор становится нетривиальным, тогда с точки зрения конструктивизма аксиома выбора подвисает. Носки, например, когда мы рассматриваем, они обычно не различаются на правый и левый. И как мы должны выбрать из пары какой-то один? Мы, конечно, можем сказать, что надо взять случайный. Но случайности нет места. Нам нужна какая-то теория, которая в некотором смысле определенно и очень точно говорит нам, что мы должны взять. Какой из двух носков нам нужно выбрать? Мы не знаем, какой из них выбрать. Вот здесь вот в таких вот случаях аксиома выбора провисает. Конструктивизм требует, чтобы нам нужно было обязательно… Чтобы у нас операция выбора была обязательно определена. Если она не определена, если говорится «выберите любой», это значит, что никакой операции у нас выбора нет, определения никакого для выбора нет. Мы не можем просто-напросто это осуществить. Ну, конструктивизм, как вы знаете, начинается с брауэровского интуиционизма. Да, ну, брауэр – очень интересная фигура в философии математики и в математике, в принципе. Очень нетривиальная, интересная и до сих пор малоизученная. Буквально, ну, где-то, может быть, в пределах 15 лет назад всего была опубликована на английском языке самая первая работа брауэра, самая первая его брошюра, которую он опубликовал, когда еще был очень молодым и только работал над своей диссертацией. Эта брошюра, ну, то есть он вообще-то математик, брауэр, и эта брошюра, что самое удивительное, она посвящена каким-то очень странным вещам, типа романтизма, романтических метаний души, мистических переживаний и так далее. Брауэр очень многое заимствует из неокантианства и, в принципе, из кантианской философии. И пытается это каким-то образом осмыслить и применить к той действительности, которая его окружала. Это начало 20 века. С точки зрения брауэра математика представляет собой свободное творение человеческого разума. То есть математические объекты не существуют вне человеческого ума. Они не существуют в третьем мире каком-нибудь, в идеальном мире Платона. Они создаются людьми с точки зрения брауэра. И математика, по его мнению, она не зависит ни от языка, ни от какого-то мира идеальных объектов. Она является свободным творением. Вот какую математику хотим, такая у нас математика и создается. Но вот это отношение брауэра насквозь пропитано его ранним мистицизмом. От него достаточно быстро исследователи конструктивистского направления отходят. И, наверное, можно так продуктивно выделять антологический и эпистемологический или методологический конструктивизм. Значит, антологический конструктивизм — это как раз брауэрская позиция, которая предполагает, что математические объекты являются некоторыми ментальными сущностями, что они создаются математиками и зависят целиком от них. А вот эпистемологический или методологический, скорее, — это позиция, которая берет только методологию конструктивизма или интуиционизма крауэрского. И при этом никакой антологии не заимствовать. То есть мы берем некоторые логические принципы, но не утверждаем, что математические объекты являются свободным творением человеческого разума. В связи с унивалентным подходом нужно вспомнить обязательно такую важную штуку, которая называется соответствие Кари-Говарда. Что же это такое? Это структурная связь между доказательствами и вычислениями. Хаскель Кари в 20-30-х годах, когда он занимался комбинаторной логикой, он обнаружил, что типы комбинаторов, он также, как Чорч, использовал теорию типов в рамках комбинаторной логики. Типы комбинаторов соответствуют аксиомным схемам интуиционистской пропозициональной логики. Там есть некоторый набор аксиом. Те, кто аксиоматическое исчисление логики высказываний не изучал, их прекрасно помнят. И вот в интуиционистской пропозициональной логике по меньшей мере две аксиомы точно используют те же самые, что и в аксиоматике Гильберта Бернайса, которую все и изучают, когда изучают аксиоматическое исчисление. Кари обратил внимание на то, что они очень друг с другом сходны. Говард уже позже, в 60-х годах, обнаружил структурную связь между выводами в натуральном исчислении и выводами типов в типизированном лямбе исчислении. То есть структура доказательств оказывалась схожей. С одной стороны, в рамках логики в натуральном исчислении, с другой стороны, в рамках вывода типов в типизированном лямбе исчислении. И в дальнейшем вот это соответствие, эта структурная схожесть, она была названа соответствием Кари-Говарда. Туда иногда еще добавляют и теорию категории, тогда это называется соответствие Кари-Говарда-Ламбика. Вот, ну и у нас тогда возникает такой интересный вопрос. Вот у нас есть некоторая запись. А большое, потом стрелочка и потом В. Что же это такое? С точки зрения логики, это импликация. А это у нас антицидент, В это консеквент, вот импликация из А в В. Ну и, соответственно, мы можем там моду споненс, например, применять. Если у нас будет А, то мы Б получим в качестве заключения. Да, там элементарно, не знаю, там, если идет дождь, то крыша мокрая, идет дождь, следовательно, крыша мокрая. Вот рассуждение по моду споненс. Одна из посылок импликация, другая совпадает с антицидентом, ну и заключение это консеквент импликации. Вот, либо же это функция, когда мы говорим, что есть некоторый объект типа А, и если мы его функцию передаем в качестве аргумента, то функция нам объект типа В возвращает. Вот, функция ведет себя точно так же, как импликация оказывается. И это у нас утверждается в рамках соответствия кари-города. Таким образом, мы можем придать некоторый вычислительный смысл по математическим результатам. То есть любая теорема имеет какой-то вычислительный смысл. Не в смысле того, что мы можем использовать математику для того, чтобы посчитать что-нибудь. Нет. Имеется в виду, что вот всякая теорема и ее доказательства – это некоторая вычислительная процедура. Для того, чтобы доказать теорему, нам нужно произвести эту вычислительную процедуру. Производя ее, мы получаем теорему. И это, собственно, у нас получается такой вот конструктивный именно подход. Он реализуется с помощью вот этого соответствия кари-города. Значит, в теории типов есть одна очень важная особенность, которая говорит, что все определимые свойства являются инвариантами. Что это означает? Это означает, что мы можем, конечно, разными способами определить какие-то математические объекты. Мы можем определить, вот как я уже говорил сегодня, действительные числа можем определить по каши или по дедекинду. Это два разных способа определения действительных чисел. Если мы это сделаем в теории типов, они тоже будут выглядеть по-разному. Но любое свойство, которым будет обладать один из этих способов определения действительного числа, это свойство будет принадлежать и второму способу с необходимостью. То есть у нас никогда не будет такой ситуации, что если мы сдали два определения, одно определение действительных чисел по дедекинду, второе определение действительных чисел по каши, мы доказали, что действительные числа по дедекинду, например, обладают каким-то свойством, назовем его p, а для действительных чисел по каши мы доказали, что они обладают свойством не p. Такого никогда не будет. Обязательно, если в теории типов, если один вариант обладает каким-то свойством, то и другой тоже. То есть свойства у объектов никак не меняются, даже независимо от того, как эти объекты задаются. Всегда свойства инвариантны. И, соответственно, это нам открывает дорогу для структурализма. Но структурализм, надо здесь опять сказать, что это структурализм в третьем смысле, что ли, слова. Это не французский структурализм середины XX века или начало середины XX века. Это не структурализм философии и науки, это структурализм, математический структурализм. Из таких современных авторов тут надо назвать Майкла Резника, Стюарта Шапиро и Пола Бенцерафа. Собственно, с работ Пола Бенцерафа, это 60-е, 70-е годы, и начинается современная история математического структурализма. Хотя математический структурализм, конечно же, возникает намного-намного раньше. И возникает не только в философии, но и в самой математике. В частности, у Дедекинда есть две очень интересных работы, брошюры. Одна по иррациональным числам, другая по натуральным числам. И, собственно говоря, там он уже предлагает структурный подход. Дедекинд считается одним из первых структуралистов в математике. Ну, таких, по крайней мере, которые однозначно можно их характеризовать как структуралистов. Что же там такого структуралистского? Вот в работе по натуральным числам Дедекинд формулирует набор аксиом. Этот набор аксиом в дальнейшем был взят в пиано, несколько видоизменен. И сейчас эти аксиомы называются аксиомами пиано. Хотя правильнее было бы назвать аксиомы Дедекинда пиано. Потому что Дедекин все-таки первый их сформулировал. Вот. И дальше Дедекинд говорит, что есть некоторые просто бесконечные системы, как он это выражается. Просто бесконечные системы. Просто бесконечные системы – это некоторые последовательности, которые без разницы из каких объектов они состоят. Главное, что они определенным образом упорядочены. Если они определенным образом упорядочены, то они выполняют те аксиомы натуральных чисел, которые он формулирует. И он говорит, что любая просто бесконечная система является набором натуральных чисел. То есть для натуральных чисел важно не то, чем они являются. Не важно вообще, что это за объекты. Важно то, как эти объекты друг с другом соотносятся. То есть важна структура отношений между этими объектами. Но, правда, Дедекинд, конечно, там оговаривается, что есть некоторая божественная, в платоновском смысле идеально существующая, просто бесконечная система. И вот все остальные просто бесконечные системы, они просто повторяют ее. В этом смысле Дедекинд, конечно, удивительным образом совмещает в себе и структурализм, и платонизм. Но, тем не менее, структуралистские идеи он, конечно же, достаточно четко формулирует. И потом он даже доказывает, прямо дает математическое доказательство того, что все просто бесконечные системы изоморфы. Значит, современный структурализм философии математики начинается с Бен Церафа, в частности, с его работы «Чем не могут быть числа», она называется так, «Чем не могут быть числа», где он рассматривает такой интересный момент. Он там в таком драматическом ключе рассказывает историю двух семей. Ну, я к ней попозже немножко вернусь. Значит, что собой представляет вот этот математический структурализм? Что такое математическая структура? Структура понимается как некоторая абстрактная форма системы. Система, она абстрагирована от любых особенностей объектов этой системы, которые не отражены в отношениях между этими объектами. То есть нам важно не то, как объекты устроены внутри себя, не то, что собой эти объекты представляют, а нам важно только то, как эти объекты друг с другом взаимодействуют. Вот это вот структуралистский подход к математике. Нам не важно, например, что такое число 2. Числом 2 может быть вообще что угодно. Нам важно только то, что двойка идет после единицы и перед тройкой. Нам важно, что если мы двойку с двойкой сложим, то мы четверку получим. И нам важно, что если мы из 10 и 8 отнимем, то двойка получится. Больше нам вообще ничего не интересно. Нам не интересно знать, что это за двойка такая. Есть ли у нее какая-то собственная сущность или нет. Это к математике никакого отношения с точки зрения структурализма не имеет. То есть математика в рамках вот этого структуралистского подхода – это наука, которая изучает структуры. И структурализм также в основаниях математики имеется, в частности, в теории категорий. Вот в середине 20 века теория категории очень бурно развивается и возникает некоторое недовольство у категорщиков, исследователей, которые занимаются теорией категорий, недовольство по отношению к теории множеств. Вот они видят, что у теории множеств очень много разных неудобных недостатков. И те результаты, которые им интересны, они с помощью теории множеств получить либо не могут, либо это как-то очень все громоздко выглядит, неудобно и неестественно. Одним из таких исследователей стал Лавер, Билл Лавер. Он предложил использовать теорию категории в качестве основания математики. И он построил систему, которая называется ЕЦТС. Это элементарная категория... Да, забыла, это расшифровывается. Вспомню чуть позже тогда. В общем, вот эта ЕЦТС — это попытка построить основания математики с помощью теории категории. В том числе построить теорию множеств с помощью теории категории. А, это элементарная категория теории множеств. Вот так. Вот так. Решифровывается. По сути, это представляет собой то, что в предыдущей презентации я назвал структурной интерпретацией теории множеств. И с помощью этого подхода мы можем уже работать с заморозными объектами, как с равными. Это вот та идея, которая перекочевала в конце концов в унивалентное основание математики. То есть унивалентные основания математики, они во многом вырастают из этих теоретико-категорных разработок и, собственно, вот этого категорного структурализма, если хотите. Ну, вот когда рассматривается структурализм, то понятие структуры может пониматься несколькими способами. Можно понимать структуру во внутреннем смысле. То есть через отношения и операции над элементами. Это, в общем-то, призвано решить некоторые проблемы, связанные с не единственностью представления математических объектов. Вот Бенцераф эту проблему формулирует. Но не всегда это успешно удается сделать. В чем эта проблема состоит? Ну и, собственно говоря, вот эта вот мотивация бенцерафовского структурализма. Я уже сказал, что Бенцераф такой, не знаю, драму разыгрывает в своей статье, чем числа не могут быть. Он там рассказывает о двух семьях логиков. Вот есть две семьи логиков, и в этих семьях рождаются дети. Но родители этих детей настолько помешаны на логике и основаниях математики, что они решают, что детей нужно учить правильной математике. И поскольку они придерживаются теоретикам множественного подхода, они сначала учат детей теории множеств, формализованной теории множеств. А уже потом они говорят, что вот есть еще всякие числа, но числа на самом деле это просто множество. И, значит, можно делать вот эти вот операции. Это на самом деле сложение, умножение. И на самом деле это просто операции над множествами, то есть объединение, пересечение, всякие вот такие вот операции. Дети эти успешно осваивают теорию множеств. Но в одной семье числа определяются с помощью того подхода, который предложил Цермела. То есть у нас ноль определяется как пустое множество, а следующее число за А... Нет, это фонемовский подход. Вот Цермеловский, это второй здесь. Следующее число за А определяется как синглитон от А. То есть множество, которое содержит А в качестве своего элемента. То есть у нас получается ряд натуральных чисел такой. Вот у нас пустое множество, это ноль. Множество, содержащее пустое, это у нас единица. Множество, содержащее множество, содержащее пустое, это двойка. Ну и так далее. А во второй семье ребенка учат представлению натуральных чисел в духе фон Неймана. Это вот первый вот здесь на слайде способ. Когда у нас ноль, это пустое множество. Следующее за А, это у нас объединение А и множество, содержащего А. То есть у нас получается ряд натуральных чисел такой. Ноль, это у нас пустое множество, так же как у Цермела. Единица, это множество, содержащее пустое, так же как у Цермела. А вот двойка уже отличается. Двойка, это множество из двух элементов. Первым элементом является пустое множество, а вторым является множество, содержащее пустое. Вот, это двойка по фон Нейману. И так дальше. У фон Неймана, получается, тройка будет содержать три множества в себе, четверка — четыре, пятерка — пять и так далее. А у цермела каждое число содержит только один элемент. Единица содержит только один пустое, двойка содержит только один единицу, тройка содержит только один двойку. Вот так вот. И у нас получается так, что если мы берем фон Неймановский подход, то какое бы мы число ни брали, у нас получится, что оно содержит все предыдущие числа в качестве своих элементов. А у цермела получится, что любое число содержит только предыдущее число в качестве своего элемента. Двойка единицу содержит, а единица — ноль, и все. Вот так вот. И в конце концов, значит, эти вот дети вырастают, в какой-то момент они встречаются друг с другом, они обнаруживают, что у них очень много общего, у них общие интересы, им интересна теория множества, они ее хорошо понимают, доказывают разные интересные теоремы, делятся друг с другом своими открытиями. И, в общем, им очень классно друг с другом. А все остальные люди вокруг для них являются неинтересными, потому что они либо ничего не понимают в теории множества, либо они как-то очень странно к ней относятся. То есть понимают, но считают, что арифметика — это что-то отдельное, например, и так далее. Но в какой-то момент эти два ребенка вдруг обнаруживают, что не все так гладко. Да, один говорит, что двойка содержит два элемента, а второй говорит, что нет, двойка содержит только один элемент. И они друг другу доказывают это. Они могут доказать разные теоремы друг другу относительно чисел. И окажется, что для одного некоторое утверждение будет истинно, а для другого оно будет ложно. Например, утверждение о том, содержит ли пятерка двойку. В фонеймонском подходе это истинное утверждение, а в цермеловском — это ложное утверждение. То есть мы видим, что структура двух представлений натуральных чисел разная. Они не изоморфны. Есть что-то, привнесенное извне. То есть помимо арифметики, когда мы ее свольним к теории множества, у нас возникает что-то еще, что-то лишнее, что-то внеарифметическое. И вот это внеарифметическое, оно отличается у этих двух детей, которые общаются друг с другом. Ну, в статье у Бенцерафа у них даже имена есть. Одного зовут Джонни в честь фонеймона, а другого зовут Эрни в честь Эрста Цермела. Но это на самом деле не исчерпывающий вариант. Нет, натуральные числа с помощью множеств можно представить, например, еще третьим образом, который предлагает Лукас. Он говорит о том, что еще мальчик Томми где-то там есть, который третьим способом представляет натуральные числа. И он тоже не может договориться с вот этими двумя, с Эрни и Джонни. И они постоянно спорят друг с другом. Ну, на самом деле, и это даже не все. Дело в том, что поскольку формализованная теория множеств Эрмела-Фрэнкеля формализуется в первопорядковой логике, то она и наследует все первопорядковые особенности. А у первопорядковой логики есть интересная особенность, а именно некатегоричность. То есть, есть нестандартные модели, и эти модели оказываются неизоморфными. То есть, причем этих моделей бесконечное количество. То есть, можно бесконечным количеством разных способов представить натуральные числа, и это все будет разный способ. И у нас будут все разные теоремы. Для каждого способа будут свои наборы теоремы. То есть, это проблема не единственности представления математических объектов. У Бенн-Серафа она называется проблема идентификации. Проблема состоит в том, что если мы действительно верим в теоретикой множественный подход, если мы считаем, что математика сводится к теории множеств, и если мы считаем, что есть какие-то математические объекты, которые на самом деле являются множествами, и они существуют независимо от нас, то тогда числа должны быть каким-то одним видом множеств, а не какими-то любыми из этой бесконечной совокупности. Но у нас нет никаких средств для того, чтобы определить, что же это за оригинальные, изначальные, предельные, может быть, натуральные числа. Что же это за объекты такие? У нас нет возможности это определить. Ну и Бенн-Сераф делает из этого такой вывод, что на самом деле не надо думать о том, чем же являются натуральные числа, потому что натуральные числа объектами вообще не являются. Натуральные числа – это просто некоторая структура, а эта структура может реализовываться любыми объектами. Вот какие объекты ни возьмите. Если мы их правильно упорядочим, то это и будут натуральные числа. То есть роль натуральных чисел могут играть и множество по Цермела, и множество по Фоннейману, и слова естественного языка. Мы используем 1, 2, 3, 4, 5. Это тоже у нас определенная последовательность, которая упорядочена таким образом, каким нам нужно. Все, что угодно, может играть роль натуральных чисел. Важна именно структура с точки зрения Бенн-Серафа. У него даже есть потом еще отдельная статья, которая называется «Покаяние» или «Сгодится любая омега-последовательность». Ну, покаяние, потому что он там указывает на ошибку, одну формальную ошибку в своей статье, чем не могут быть числа. И говорит, что вот здесь вот я ошибся, но это я признаю, но в принципе структуралистский подход, он от этого никак не страдает. Структуру еще можно определить во внешнем смысле. Определить подобно тому, как это делается в теории категории. Через отображение. То есть через отображение между элементами одного вида. И здесь очень интересной становится метафора, которую использует такой исследователь теории категории, как Том Лейнстер. Он говорит, что теория категории представляет собой взгляд на математику с высоты птичьего полета. Мы видим какие-то шаблоны, какие-то паттерны, которые на поверхности мы заметить не можем. Вот как мы тогда летим на самолете, мы видим там поля, они там определенным образом, в виде каких-то геометрических фигур, может быть, не совсем правильных, но тем не менее на поверхности Земли. Когда мы на поверхности Земли, мы не видим, как поле выглядит, когда мы летим на самолете. Оно кажется чем-то другим. А вот с высоты птичьего полета мы видим, что вот поле, оно вот такое. А рядом еще одно поле, вот оно такой формы. И мы можем сравнивать эти два поля по их форме, например. А находясь на поверхности, мы это сделать не можем. Для того, чтобы это осуществить, нам нужно измерения проводить, измерить поле, нарисовать план, соответственно, в масштабе. И тогда мы сможем его сравнить уже. А так мы глазами не видим, как это сейчас отличается друг от друга, два разных поля. Ну и в конце концов, вот этот структуралистский подход, он приводит к переопределению понятия объекта. Когда у нас объектом становятся уже некоторые группы, не знаю, группы мест. И эти места могут быть заняты совершенно разными сущностями. А вот арифметика что изучает? Она изучает омега-последовательность. Омега-последовательность — это, соответственно, любая последовательность объектов определенным образом упорядоченная. Когда у нас есть начальный объект, когда есть следующий, есть следующий за следующим, есть следующий за следующим за следующим и так далее. Линейно упорядоченная последовательность. То есть математика с точки зрения вот этого математического структурализма она изучает вот такие вот структуры, соответственно. Вот. Ну, если вернуться опять к теории типов, то надо сказать, что в теории типов этот структурализм выполняется. И благодаря этому структурализму у нас возникает очень интересное понятие тождества и различия. У нас возникает то, что можно в некотором смысле назвать даже диалектикой тождества и различия. Ну, надо, кстати, отметить, что у Билла Лавера, которого я упомянул как одного из основателей теоретико-категорного подхода к основанию математики, был любимый философ, а именно Гегель, как это некоторым не может показаться странным некоторым исследователям. Да, вот Лавер очень любил Гегеля как раз вот за вот эти вот все диалектические, скажем так, изыски. И вот у нас возникает действительно такая диалектика тождества и различия. Если мы посмотрим на гегелескую философию или на марксизм какой-нибудь, диалектический материализм, то там очень сильно похоже, на самом деле, удивительным образом вот относительно тождества и различия схожесть с современным подходом к основанию математики просто становится чем-то очевидным. Более того, в философии Гегеля даже некоторые исследователи современные пытаются представить с помощью унивалентного подхода, с помощью гомотопической теории типов, они формализуют Гегельскую философию, с помощью классической логики это сделать не удается по понятным причинам, а с помощью гомотопической теории типов что-то там получается. Так вот, ну это отступление такое, юрическое. Так вот, значит, тождества и различия. поскольку у нас все определимые свойства теории типов являются инвариантными, то у нас возникает следующая интересная ситуация. Вот мы можем в рамках теории типов определить натуральные числа следующим образом. Мы скажем, что есть ноль, ноль это натуральное число. И можем сказать, что есть некоторая функция, которая из натурального делает натуральное. это функция, которая дает нам следующее число. То есть у нас получается ряд чисел такой, у нас есть ноль, у нас есть следующее за нулем это единица, следующее за следующим за нулем это двойка, ну и так далее. Вот это один способ определения натуральных чисел. Мы можем поступить следующим образом. Мы можем определить единицу. Мы скажем, единица относится к типу n штрих. И у нас есть операция удвоения. Она берет натуральное число и возвращает другое натуральное. То есть она его удваивает. То есть операция удвоения будет для единицы, например, дает двойку. Для двойки дает четверку. Для тройки дает шестерку. Ну и так далее. Просто удваивает число. Умножает на два. И есть еще операция удвоения плюс один. Она тоже берет натуральное и превращает его в натуральное. Тогда у нас получается вот такой ряд чисел. У нас получается единица, потом удвоение единицы – это двойка. Удвоение плюс один для единицы – это тройка. То есть мы берем единицу, удваиваем, у нас получается два, и прибавляем единицу, получается три. Ну и так далее. То есть это тоже ряд натуральных чисел, но здесь выколот ноль. У нас нуля здесь нет. Как нам сюда ноль вернуть? Мы тогда сделаем вот так вот. Мы скажем, что есть ноль – это натуральное с двумя штрихами, и есть некоторая операция ID. Назовем ее так. Она берет натуральный штрих и превращает в натуральные два штриха. И тогда у нас получается такой ряд чисел, полный ряд натуральных чисел. У нас получается ноль есть, потом ID от единицы, потом ID от удвоения единицы, потом ID от удвоения плюс один единицы и так далее. Вот. То есть у нас есть два способа определить натуральные числа, ну, ряд натуральных чисел целиком. Вот это первый способ через ноль и следующее. И вот это вот второй способ через ноль и ID. Ну, для того, чтобы второй способ адекватно работал, нам еще нужно вот это вот определение для натурального штриха. Вот. Два разных способа определения натуральных чисел. Подобно тому, как есть два разных способа определения натуральных чисел, там, с помощью Цермела, в духе Цермела и в духе фон Неймана в теории множеств. Но если подход Цермела и подход фон Неймана в теории множеств оказываются не изоморфны друг к другу, то есть у них разная структура, и у них разный набор истинных и ложных утверждений, то в теории типов у нас этой ситуации уже нет. У нас легко доказывается теорема, которая говорит, что натуральные числа Н и натуральные числа Н2 штриха изоморфны, то есть они имеют одинаковую структуру. Теоремы у них одинаковые. Истинные и ложные утверждения о них все одинаковые. И в этом смысле проявляется вот эта вот особенность теории типов, что все определимые свойства являются инвариантными. А что такое инвариантные свойства? Это свойства, которые схватываются структурным образом. Вот мы описываем некоторую структуру, и структура нам задает набор инвариантных свойств. Эту структуру мы можем реализовать одним способом, другим, третьим. Но инвариантные свойства, на то они инвариантные свойства, что они всегда будут иметь место. И никакие посторонние свойства сюда не примешаются. Вот, то есть при теоретико-типовом подходе у нас представление математического объекта сохраняет инвариантные свойства. И у нас получается так, что у нас есть некоторые уровни абстрагирования, когда абстрагирование мы понимаем как некоторое отбрасывание лишнего. Вот, и два математических объекта у нас оказываются дождественными на каком-то определенном уровне абстракции. Ну, то есть вот эти вот натуральные числа, которые мы только что определили двумя разными способами, они вообще-то ведут себя по-разному. Да, и мы можем определить, например, сложение и умножение разными видоспособами. Да, и, например, сложение будет удобно производить с помощью одного вида натуральных чисел, а умножение с помощью другого. Ну, удобнее имеется в виду, что там короче будет вычисление. Вот, но результаты всегда будут одинаковыми. Никакого расхождения быть не может ни в вычислительных результатах, ни в теоремах. Благодаря вот этому структурному подходу. Да, и на определенном уровне абстракции мы всегда можем сказать, что это одни и те же натуральные числа. Да, реализация у них разная, но они одни и те же. Вот так. Ну, и снова по поводу унивалентного подхода. Вот воеводские аксиомы унивалентности, которая уже была у нас, что равенство двух типов эквивалентности. Эта аксиома как раз-таки и позволяет работать с изоморфными объектами, как с равными. Здесь эквивалентность понимается в очень широком смысле. Она понимается как обобщение понятия изоморфизма. То есть как гомотопическая эквивалентность, как категорная эквивалентность, как логическая эквивалентность и так далее. Как эквивалентность в очень широком смысле. Ну, что такое гомотопическая, например, эквивалентность? Это, ну вот, я не знаю, наверное, многие из вас видели вот эту демонстрацию, когда кружка превращается в тор. Тор — это топологическая фигура, бублик. Ну, то есть это топологическая поверхность с одним сквозным отверстием. Кружка тоже имеет одно сквозное отверстие, это вот ручка. Соответственно, можно с помощью разных топологических манипуляций, то есть растягиваний, сдавливаний, деформаций, можно кружку превратить в тор. И тор превратить в кружку. И вот такие топологические поверхности, которые можно превратить друг в друга, они называются гомотопически эквивалентными. А гомотопия — это непрерывное преобразование в соответствии с этой гомотопией, гомотопической эквивалентностью. То есть это вот сам процесс, когда мы берем тор, например, начинаем его как-то мять, растягивать, там еще что-нибудь с ним делать, и в итоге у нас кружка получается. Единственное, что нельзя делать, это новые дырки нельзя делать в поверхности. И в унивалентном подходе к основанию математики у нас наследуются все вот эти вот замечательные свойства теории типов. У нас все определимые свойства являются инвариантными, все определимые свойства являются структурными, и при формализации мы имеем возможность избавиться от неудобных конструкций с классами эквивалентностей. То есть у нас формализация значительно упрощается, и доказательства становятся короче благодаря этому. Это в некотором смысле наследие Левница, если хотите. Да, вот у Левница подход к геометрии был достаточно своеобразным. Он очень сильно отличался от Декартовского. Если Декарт развивал скорее метрическую геометрию, то Левниц заложил скорее основы топологии какие-то. Для него уже не метрические взаимодействия были важны, а вот какие-то другие. И вот аксиомы унивалентности, почему это наследие Левница? Потому что аксиомы унивалентности представляют собой более строгий вариант принципа тождественности неразличимых. С помощью аксиомы унивалентности у нас есть возможность говорить о тождестве объектов в таком, который не схлапывает разные объекты. То есть объекты все равно остаются разными, несмотря на то, что они тождественны. Они тождественны, но при этом они разные. Они разные на каком-то другом уровне абстрагирования. Это расширение понятия тождества до понятия эквивалентности. И, соответственно, что нам дает это все в итоге? Это нам дает упрощение построения библиотек формализованной математики. То есть это, в общем-то, движение в сторону того идеала универсального языка, о котором мечтал Левниц. У Левница есть вот этот линговый универсалис, универсальный язык для решения любых споров, что мы можем встретиться, посчитать и решить, кто прав. Это не логика. То, о чем мечтал Левниц. И если посмотреть на неопубликованные, ну вот, рукописи Левница, они на русском языке, кстати, тоже есть, рукописи Левница по поводу вот этого универсального языка и его логические работы, то там он сводит, например, он, во-первых, предлагает в некоторых работах арифметизацию логики, а во-вторых, в некоторых работах предлагает геометризацию логики. Вот здесь у нас, получается, в рамках универсального подхода логика оказывается частым случаем геометрии. То есть геометрия — это гораздо более базовый уровень в математике, чем логика, например, в универсальном подходе. Ну, геометрия, конечно, в расширенном смысле не какая-то там Евклидова, например, а геометрия в более обобщенном виде, в частности, топология скорее. Ну и вот как в гомотопической теории типов представляют собой доказательства? Они представляют собой некоторое передвижение в пространстве. Причем, например, доказательство равенства представляет собой перемещение из одной точки к другую. Например, когда мы говорим, что 2 плюс 2 равно 4, то в рамках универсального подхода, в рамках вот этой гомотопической теории типов доказать, что 2 плюс 2 равно 4, это значит пройти путь из точки 2 плюс 2 в точку 4. Если мы этот путь найдем, если мы его сможем пройти, то есть построить доказательство, значит 2 плюс 2 действительно равно 4. Но вот этот вот путь, несмотря на то, что сам термин такой используется, который скорее похож на какие-то отношения в пространстве, и вот эти вот идеи, поверхность, пространство, вот эти вот пространственные метафоры, они могут немного сбивать с толку, потому что ситуация там скорее похожа на то, как объекты взаимодействуют в современной квантовой механике. То есть вот с точки зрения обыденного сознания мы себе представляем, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. Так вот, в унивалентных основаниях и в квантовой механике это не совсем так. Прямая — это далеко не самое кратчайшее расстояние между двумя точками. И расстояние здесь понимается скорее как время. Расстояние — это просто особый термин для времени. То есть кратчайшее имеется в виду, что туда просто быстрее прийти. Но быстрее прийти не обязательно по прямой. И в контексте этого хочется вспомнить такую замечательную цитату из «Муми-тролль Комета». Когда они возвращаются уже, герои этой книжки возвращаются из обсерватории в «Муми-долину». Они идут через лес, и они идут по вот этой вот необычайно веселой резвой дорожке, которая виляет, скачет, иногда завязывается петлей. И оказывается, что по такой вот очень странной дорожке идти очень весело, и поэтому ты не устаешь. И поэтому ты гораздо быстрее приходишь к цели, чем по скучному прямому пути. Вот как-то так. Ну что, на этом вторая часть заканчивается. Давайте тоже сделаем перерыв небольшой, и потом перейдем непосредственно к доказательствам, как это все выглядит в контексте практики математического исследования. Если у вас есть вопросы, я могу сейчас на них ответить. Продолжение следует...